Всем привет из Англии! Сегодня у нас 16 июля, жара 30 и выше. Этот день мы провели у моря, куда я поехала со своей приятельницей и ее сыном. И вот по дороге возвращаемся домой, остановились вот в этой деревне Махом. Здесь проводится очень интересное шоу-машин. И не просто машин, а именно старинных или как здесь их называют ретро. То есть то, что сейчас не можно, нельзя вот так вот увидеть просто на улице, по которым мы ездим, ходим. А вот такие вот заядлые любители и владельцы таких интересных и редких теперь уже машин, которые восстановлены, за которыми они, конечно, очень смотрят и ухаживают, и гордятся. Вот собираются где-то периодически в настоящий момент, вот где мы и остановились, чтобы взглянуть на эти интересные машины. Ну, для того, чтобы поделиться, показать себя то, что называется, и друзей посмотреть. Вспоминаю старинную поговорку. Итак, вот посмотрите что-то такое вот интересное. Еще одно очень такое дорогое хобби англичан после домов. Помните, я говорила, каждый англичанин говорит, мой дом, моя крепость. А машины – это вторая такая вот любовь, это увлечение, это то, чему они посвящают много времени. Но, значит, я хочу еще немножечко сказать о том, что деревня, в которой мы побывали, и которую я буду показывать на следующей неделе, в Инстант-Онне-Си. Очень очаровательная, небольшая деревушка. Пляж я уже снимала видео, показывала. И тем не менее, пожалуйста, в следующую субботу те, кто подписан, не забудьте поставить свои колокольчики. Те, кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. И я очень-очень рекомендую, посмотрите следующее мое видео, потому что это такое красивое место. Такие деревеньки, которые я сняла и буду показывать в следующую субботу, их можно назвать сказочное место, сказочная деревенька. То есть, это не всегда можно встретить. Такие очаровательные, сказочные просто домики. И это все на самом деле не какие-то постановочные, съемочные декорации. Итак, следующая суббота. Пожалуйста, будьте и ждите, будьте на моем канале, ждите мои видео, подписывайтесь и поддерживайте своими лайками. А сейчас давайте смотреть вот эти вот интересные, посмотрим на вот эти вот интересные автомобили. Разные цвета, разные марки. И это дает вам еще одно представление о том, как англичане проводят свое время. Вот, кстати, жара невозможная. Сейчас вот здесь вот немножко от моря, то есть вообще тяжело дышится. Тем не менее, посмотрите, люди не совсем молодые, далеко даже не молодые, но они здесь и вроде бы как и не жарко, или согласно переносить такую жару в тени где-то под развесистыми деревьями, или даже вот под какими-то там небольшими зонтиками смотрят, ходят и так далее. Ну, хотя, конечно, сейчас уже не самый пик жары, то есть день уже подходит к концу, поэтому сейчас еще дышать можно вдали от моря. Хотя вот у моря, я уже сказала, мы провели целый день, напопались, наплескались, сильно загорались и даже сгорели, но очень рады, что мы были у прохладного моря, где было просто вот великолепно в такую жаркую, невозможно жаркую какую погоду. И вообще вся предстоящая неделя здесь у нас по прогнозу будет очень жаркая, то есть температуры будут зашкаливать до 40 и выше, то есть посмотрим, как мы все это будем выдерживать, потому что для Англии это, конечно, феноменальные температуры. Вы видите, вот трава, не зеленая лужайка, правильно, как я раньше показывала, а такое вот выжженное, можно сказать, солнцем поле. Ну, и так, я прощаюсь с вами, всего вам доброго и всего вам хорошего, берегите себя и до следующей субботы на моем канале Винстонтон Холлэсси.